Привет, друзья! У нас дома кофе закончилось. Ты громче говори, за машин не слышно. У нас дома закончилось кофе. Все равно тихо. Мы идем на кофе. Да, мы идем, в общем, на рынок местный здесь. Купить кофе. Потому что у меня сестра с мужем кофеманы. Ну, посмотреть, повозить. Да, кстати. Что-то новенькое привезли. А мы хотим что-нибудь такое. Прогуляться. Погода плюс 15. Поглазеть, да, у нас тепло. В общем, я одела свою вот эту куртку, в которой уже, я не знаю, третий год, наверное, хожу. И в ней мне жарко. Очень жарко. Плюс 15. Но по ощущениям, мне кажется, да, даже плюс 20 все. Да, куча. Семь велосипедиста сразу. Вот, я же уверю, 20 градусов от такое ощущение. Я прям градус не входячий. Я даже очки взяла, ну, что-то как-то, мне кажется, они вообще не к месту. Как бы светло на улице даже очень. Да нет, оно выходит. Вот видишь, такое мутное солнце какое-то. Почему вот одевают куртки всегда, и никто не поправляет капюшон? Вот люди, кто носит куртки, там, всякие мастерки с капюшонами. Когда вы одеваете, о чем вы думаете? Я всегда, допустим, одеваю какую-нибудь куртку. Если знаю, что у меня есть капюшон, я его поправляю всегда. Потому что мне не нравится, когда он вот так вот торчит горбом. Мне нравится, когда аккуратненько так все как положено. Поправил и пошел. Поправил и пошел. По скидке, гляньте, шапок куча. 20 градусов на улице, а шапки продают. 20 градусов на улице, а шапки продают. Так, идем в свой любимый магазинчик. Подвальчик. привет друзья сегодня я надеюсь меня слышно сегодня мы снова с сестрой гуляем как обычно и у нас здесь рядом недалеко находится вечный огонь хотела вам показать ой жарко даже рядом здесь такие вот памятники книга памяти и сзади вот такой вот купол у нас сегодня так тепло теплее даже чем вчера и это не может не радовать я каждый день одеваюсь все легче и легче и я уже не знаю скоро наверное в купальнике буду выходить очень жарко вы слышите как птички поют прям заливаются ну шо мы скупились и все напялили на себя как обычно сестра где ты там я тут покажи свои лапти сестра да все уже а ты идешь позируешь там сестра купила себе такие лапти в общем уже обула их а я джинсы которые похожи очень на те которые у меня были раньше только дырки больше тебе да нет у меня там даже больше была дырка на одной ноге ну в общем не могу я без джинс с дырками а у нас жара капец кстати с такой погодой как раз таки на море хочется или на речку запах моря получится именно вот ветерок и чтобы вот морским воздухом подуло а до моря нам далеко два дня ехать я лесом тренька болем а если быть точно то 21 час и 9 и плюс еще 9 часов это до какого моря нам сколько вообще мы собирались сегодня в атак немножко и по шмоткам прошлись в атаке нам нужно опять заморозку взять вишню которую сожрали целых два пакета уже давным-давно и горошек наверное если будут просто за замороженными овощами а яблочки еще надо купить у нас закончились яблочки ну куда без яблок кстати шарлотку когда будем делать ну как бы месяц прошел с нашей шарлоткой еще месяцок подождем а так просто очень яблочки хорошо уходят и без шарлотки вообще как бы я ни одного яблочка блин не съела я только и вижу как все ходят жрут их особенно сидя в темноте как вчера вчера сожрала поскольку тоже около часа ночи оливки надо пополнить запасы птички поют солнышко светит вы видите у нас везде уже растаял снег кроме вот этого вот сугроба мы сейчас в поисках лавочки мы уже ступились подожди меня а ну да пропускать не модно стало мы нашли во дворах лавочку а лавочки еще такие видишь перекошенные а знаешь что вот вы там должны находиться а что отпечатки пальцев снимаете вау потому что вот это вот моя лавочка там где я часы два просидела я лавочка ждала вот что приняли отпечатки пальцев давай вот сюда вот давай может на вот ту красненькую мокренько сухенько как мы все любим комфорт мы же не просто так остановились на лавочке мы взяли мороженое это кстати не мороженое а получается пломбир со взбитыми сливками такой как творожный что ли птичье молочко мороженое ммм ну такое легенькое взбитый с птичьим молоком вот смотрите какое болото это все растаяло тут тоже здесь тоже сумочки маленькие и идем по парку домой гуляем причем это первый раз такое что мы из атака идем обратно домой именно идем причем у нас пакетики маленькие обычно по три по два пакета в руках туда пешком обратно пешком класс а здесь у нас парк какой то не знаю название его как называется не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю вот бтр или как эта машина называется не знаю напишите и вот еще памятник какой то участникам военных конфликтов и впереди и какая то конструкция странная нет это колокол а это колокол да вон колокол вот увидите во имя героя победоносца что это что это Так, мы еще зашли в магазин. Не поверите, я здесь на камешке. Хочу вам рассказать про покупки. Взяли вот такую вот фирму. Это томато органик. Шампунь для волос. Это у нас с объемом. И вот такой вот еще бальзам для волос с кокосом взяли. Он увлажняющий идет. Попробуем, посмотрим.